Подставой для наступного материала стал в заворот телерадио-компанию «Гомель» одразу некольких лидер-шоу. Людей текает одиная тема – ажиотаж на конт-хрешке. Обгрунтованная проблема – те надуманные. Застанется социально-значный продукт на полициях – те зникне. И кольки будет каштовать. На всех эти пытания отказы знайдены после наведывания крупозавода и ознайомления с реальной ситуацией в Голине. Свой комментарий нашим корреспондентам дал и керавник Головного управления гандлю и послуг Гомельского Габл Выконкама. Дмитрий Котов протягнет тему. Гомельский крупозавод один и в Украине займается перепроцовкой зерня гречки. Месячная могутность коля тысячи тонн. На выходе готовой продукции отримливается коля 650 тонн. Зерня от поставщиков, а вязуть его як державные сельгазпродприемства, так и фермерские господарки, спочатку поступая у лабораторию. Тут проверяют на вильготность, зерневую и гатунковую примесь. Коли не отповедая стандартам, перший показчик досушуют сами, а коли два другие вертают на допроцовку. Але селита подобных выпадков не было. Ураджай отримался добрый и без проблем проходил проверку на якость. Далее гречка поступая на сепаратор. Тут отбывается отделение от зерневой примеси. Наступный этап пропарка, затем сушка. Вытворчий шлях протягивается на стады лущения, очистки от лузки и разделений по фракциях. Гречка готовая до фасовки и отправки на полиции магазинов. Перепроцовка зерня до речи займая коля полгодины. У нас все поставлено на поток, у нас плотно работаем с нашими поставщиками, разрабатываем график поставки как гречихи, так и на выходе сразу же продукция отгружается потребителю. Все в процессе. На складе готовой продукции гречка не затримливается больше за неколький день. И она оперативно поступает до своего споживца у розных кутка краины. На заводе отзнашают, ажиотаж на конт-недохоп у гречки надуманы. Все летнего урожаю от так само иснующих запасов хопить, как забеспечить потребы у сего насильництва Беларуси. Порядка 20-22 тысяч тонн нужно. Значит, по республике валов и сбора где-то порядка 14 тысяч тонн уже заготовлено. То есть переработку по Гомельской области мы уже приняли 2100. Ну и плюс еще подвозят нам хозяйство. Есть импорт, есть еще с прошлого года еще у нас зерно. Поэтому все будет перерабатываться в штатном режиме. Коли казать про цанутую, она так само не повинна хваливать людей. На крупозаводе для заказчиков кошт послуг по перепроцову цезерня вырос у сего на полтора процента. Это отбылося у першиню за два годы. Годлевые сетки регионов свою шаргу так само мостно завышать цену не будут. У паровнани с кастричником у листопадии она изменилась у сего на некольки копеек. Возможно будет даже в ближайшее время определенное снижение в связи с тем, что с 1 ноября у нас введено ценовое регулирование на крупу Гречневую путем установления предельной максимальной торговой надбавки в размерах 25%. Это с учетом оптовой цены, которая не может превышать, тоже оптовая торговая надбавка не может превышать 10%. Запасы в торговых организациях позволяют бесперебойно обеспечивать любые потребности населения, поэтому нет оснований даже волноваться, что этот товар исчезнет или будет значительное ценовое колебание.